Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый президиум. Начало моей презентации будет традиционным. Это географическая карта, расстояние и нормативно-правовая база. Вы уж извините меня за это. Я вам хочу показать о том, что численность в Республике Карелия очень небольшая. Это всего лишь 618 тысяч, один спальный район Санкт-Петербурга. Тем не менее, посмотрите, площадь Республики Карелия большая. И как все северные территории, большая площадь с низкой плотностью населения. В городе Петрозаводске, он расположен вот здесь, находится республиканский онкологический диспансер мощностью 173 койки. Самый северный район, поселок Лоухи, Лоухский район, 552 километра и 6 часов пути. Наше население не отличается большими финансовыми доходами. Существуют очень большие проблемы. И, коль уж я буду говорить о лекарственной терапии, давайте с вами задумаемся. Пациенту, пенсионеру, предположим, чтобы приехать на инъекцию газорелина в город Петрозаводск, нужно проделать 6 часов пути в одну сторону, 6 обратно. И так каждый месяц, а иногда и не один год. Поэтому проблема актуальна. Теперь касается статистики немножко. На учете онкологическом в Республике Карелия состоит 18 147 человек. На данном слайде по заболеваемости в течение 10 лет с 2008 по 2018 годы вы видите неуклонный рост заболеваемости и традиционное превышение статистических показателей заболеваемости онкологической над среднероссийскими. Данный слайд это смертность от злокачественных новообразований в расчете на 100 тысяч населения. И вот здесь можете обратить внимание, что с 2015 года по 2017 нам удалось достигнуть стабилизации, несмотря на рост заболеваемости. Однако в 2018 году мы допустили рост смертности. По предварительным статистическим данным 2019 года нам опять удалось достигнуть снижение смертности. Благодаря чему? Может быть я частично отвечу на этот вопрос. Структура онкологической помощи в Республике Карелия. Ну понятно, что все мы начинали организовываться и структурироваться. С начала появления федерального приказа Минздрава Российской Федерации 915Н. Все мы его хорошо знаем, любим, ценим. Теперь, извините ради бога, посмотрим. Первичный уровень – это первичная медико-санитарная помощь. И цитата. «Она предусматривает профилактику, диагностику, лечение онкопатологии и медицинскую реабилитацию по рекомендациям медицинской организации, оказывающей специализированную медицинскую помощь пациентам с онкопатологией. Она представлена, понятно кем, оказывается в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара. Второй уровень – это первичная специализированная медико-санитарная помощь. Это те самые любимые наши первичные онкологические кабинеты, в которых должны работать в идеале врачи-онкологи. Оказывается, она либо в ПОКе амбулаторно, либо в первичном онкологическом отделении стационарно. И третий уровень – это наша специализированная, в том числе, высокотехнологичная медицинская помощь по профилю онкология. В Республике Карелия солидные опухоли лечатся исключительно в Республиканском онкологическом диспансере. В Республиканской больнице выделен профиль хирургической нейроонкологии и онкогематологических заболеваний. Выделены отдельно детские онкологические койки. Ну и, пожалуй, все. И на третьем уровне, естественно, помощь оказывается онкологами, радиотерапевтами в стационаре и в дневном стационаре. Теперь посмотрим на три источника, три составляющих лекарственного обеспечения онкологических пациентов в Республике Карелия. В первую очередь, это федеральная льгота и программа ОНЛП, которая используется исключительно амбулаторно. Это обеспечение граждан, включенных в федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи. Вторая часть, это региональная льгота. Она используется тоже исключительно амбулаторно. И регламентирует обеспечение лекарственными препаратами граждан, страдающими злокачественными новообразованиями и не имеющих права на государственную помощь в соответствии с законодательством Республики Карелия. Регламентировано все территориальной программой госгарантии бесплатного оказания медицинской помощи. Данная программа пишется на три года. И сегодня мы работаем по программе, написанной в 2018 году. Она же будет действовать и в 2019 действует, и в 2020. Самая вкусная часть, это система обязательного медицинского страхования. Оплата законченных случаев в рамках КСГ, в условиях дневного и круглосуточного стационаров. Еще более вкусная часть, это посмотреть на финансовую составляющую этих трех источников. Давайте посмотрим на федеральную льготу. Она у нас самая провальная. И связано это с тем, я думаю, что все присутствующие понимают это, тем, что государство предоставило возможность нашим пациентам монетизации льготы. Что они и делают. У них очень маленькие пенсии, им нужно выживать. Соответственно, они отказываются от набора социальных услуг. При этом говоря, вы нас обязаны обеспечивать лекарствами. Значит, вот эти суммы, которые вы видите, они не превышают, ну, то есть мигрируют от 2 до 3,5 миллионов в год. Они предназначены для стартовой терапии. Вы прекрасно понимаете, что в федеральной льготе заложена в основном гормонотерапия. Это аналоги гонадотропин-релизинг гормонов. Это антиэстрогены, антиандрогены. Это актриотиды, интерфероны, заледроновая кислота. Из цитостатиков это капицитабин, темазоламид. Ну, я вам хочу сказать, что хитрость такова. Причем это предусмотрена федеральная льгота для стартовой терапии впервые диагностированных пациентов. А хитрость заключается в следующем. Даже если они в стартовом варианте при наличии группы инвалидности и сохраненного соцпакета получили свой препарат, то дальше каким-то волшебным образом они перетекают вот сюда, в региональную льготу или веновственную целевую программу онкология. В республике Карелия, посмотрите, значит, на год суммы, да, 2015 год это 36 миллионов. Самый такой не очень волшебный год 2017-22 миллиона. Ну, в среднем цифры такие. И набор препаратов, он практически идентичен федеральной льготе, но включает в себя еще такие препараты, как имотиниб, сунетиниб, сарафиниб. И мы бы с удовольствием туда бы завели еще больше таблетированных таргетных препаратов, но ограничены бюджетом. Самая богатая часть наша, да, это система обязательного медицинского страхования, оплата медицинской помощи по законченным случаям в условиях круглосуточного и дневного стационаров. Ну и посмотрите, какова динамика здесь. Я имею в виду финансовая. Причем это только солидные опухоли. Здесь нет онкогематологии, да, и эта помощь только в дневном и круглосуточном стационарах, только на лекарства. 2016 год 172,5 миллиона рублей в год, 2017 284,5 миллиона, и на 30 сентября 2019 года мы потратили на лекарственную часть в круглосуточном и в дневном стационаре 381 миллион рублей. Понятно, что за этим стоит колоссальная нагрузка на врачей, огромный объем, да. Кроме того, мы подвергаемся экспертизам, медико-экономическому контролю, медико-экономической экспертизе, экспертизе качества оказания медицинской помощи. И могу сказать, что мы подводили свои итоги по этим экспертизам. На июнь месяц мы потеряли на экспертизах 26 миллионов рублей. Поэтому не все так радужно. Теперь, что же мы сделали в плане передачи? Первый шаг. Это передача полномочий по выписке льготных рецептов по федеральной и региональной льготе в первичное звено. Мы оставили право за собой в республиканском онкологическом диспансере города Петрозаводска формировать годовую заявку как по федеральной льготе, та самая стартовая терапия, так и по региональной льготе. Кроме того, мы оставили за собой право назначать лекарственный препарат через консилиум. Это наша зона ответственности. Что происходит дальше? Мы сформировали заявку за годя. Минздрав Республики Карелия проводит закупочные аукционные процедуры и заключение контрактов как по федеральной, так и по региональной льготе. Правда, региональная льгота у нас мигрирует. Периодически мы ее играем сами и заключаем контракты. Периодически это переходит Минздраву. Дальше. Уполномоченная фармацевтическая организация, государственное унитарное предприятие Республики Карелия, Карелфарм, осуществляет прием, ответственное хранение и отгрузку лекарственных препаратов в сеть уполномоченных аптек по Республике Карелия в соответствии с разнарядками и заявками медицинских организаций. Третий этап – это получение лекарственного препарата пациентам в аптечной сети по месту его проживания. Рецепт выписан онкологом первичного онкологического кабинета в соответствии с рекомендациями онколога-консилиума к БУС Республиканский онкологический диспансер. И четвертый этап – это амбулаторное введение или выдача таблеточек по месту жительства пациента, где он их успешно принимает. Пациенты счастливы и довольны. Следующее. Что для этого шага? Каково основное условие? Естественно, это должна была быть уже сформированная сеть первичных онкологических кабинетов и укомплектованность кадрами. Я не скажу, что у нас везде работают онкологи, это было бы лукавство с моей стороны. У нас также есть и онкоответственные врачи. Но мы их наделили полномочиями, и они у нас прекрасно выписывают рецепты, выдают таблетки. На текущий момент времени в Республике Карелия организовано 19 первичных онкологических кабинетов. Это все городские поликлиники, их 5, и все основные ЦРБ Республики Карелия, их 14. Шаг номер 2. Это лицензирование первичной сети по профилю онкологии. Мы все с вами знаем, что лицензируется у нас и амбулаторно-поликлиническая помощь. На сегодняшний день отлицензированы все городские поликлиники и все районные, за исключением города Ким. Им не получить санэпидзаключение, потому как санитарное состояние неудовлетворительное. Дневные стационары пролицензировались по профилю онкология все городские поликлиники, за исключением железнодорожной, и большинство районных поликлиник при ЦРБ. Более того, в 2019 году у нас еще и пролицензировались круглосуточные стационары. Это те самые первичные онкологические отделения в городе Костомукша, Беломорск, Сегежа, Суаярве. Шаг номер 3. Мы потенцировали, как головное учреждение, инициацию самостоятельных закупок лекарственных препаратов в первичной сети для онкологических пациентов. Что мы сочли безопасным и необходимым для передачи? Это те самые агонисты гонадотропин-релизинг гормонов, это интерфероны, актриотит, бисфосфонаты. Вот эту категорию лекарственных препаратов медицинские организации в первичной сети закупают самостоятельно. А коль они закупили самостоятельно, да еще и имеют лицензию по профилю онкология, они в своих дневных стационарах вводят эти препараты и получают оплату по КСГ. И тоже счастливы и довольны. Следующий шаг у нас получился не шаг, а шажок. Объясню в связи с чем. Мы попытались расширить спектр закупаемых лекарственных препаратов в первичной медико-санитарной сети. И цель была даже не включить туда цитостатические препараты, цель была немножко иной. Цель была разгрузить захлебывающийся наш дневной стационар. Мы взяли группировщик по дневному стационару, весь его проанализировали, весь его просчитали вдоль и поперек. И выбрали там порядка 53 схем. Я сейчас забегу немножко на другой слайд. Порядка 53 схем просчитали стоимость усредненную лекарственных препаратов, усредненную стоимость, какую получает медицинская организация на выходе. В 100% случаев все эти схемы покрывались. Но здесь уже идет разнообразие. То есть здесь идет комбинация аналогов гонадотропин с таблетками. Здесь идет расширение спектра аналогов гонадотропин, релизинг гормонов. К актриотиду добавился саматулин в гмоноварианте или в комбинации с интерферонами. К залидроновой кислоте добавился деносумаб и так далее. Вот как пример, смотрите, наименование схемы. Вот ее дозировочки, дни введения. Вот номер КСГ, вот уровень. Вот стоимость. Простите меня, пожалуйста. Я выскочила. Вы вернете меня, да? Значит, смотрите. В 100% случаев стоимость покрывалась. Но споткнулись мы совершенно о неожиданное препятствие в виде нашего Минздрава. То есть мы оформили рекомендуемые схемы для использования в дневных стационарах, лицензированных по профилю онкологии в первичной медико-санитарной сети, и отправили на согласование в Минздрав. А он написал, Минздрав неуполномочен в директивной форме определять схемы для лечения. Ну, мы не стали с ним спорить. Жираф большой, ему видней. И мы пошли по маленькому пути. Значит, смотрите, какие клинические ситуации мы определили для химиотерапии. Это рак молочной железы Адьювант. Это та самая пресловутая схема 4 курса АЦ, 12 недель по клетокселу, или 4 недели до цитокселу, 4 раза, вернее, раз в 3 недели. Это серозные цистоденокарциномы яичника после оптимальных циторедуктивных операций при нормальном уровне СЕ-125. Почему говорю про оптимальные циторедукции? Это не требует бево-цизумаба добавления. И не мелкоклеточный рак легкого, а дьюван там, где это возможно. Мы получили письма счастья из Сегежской ЦРБ и из Костомукши о том, что они провели аукционные процедуры закупочные. Нашим условием была не только закупка цитостатиков, но и сопроводительной терапии. Это антиэметики, даже фосоприпитант они купили. Это колония, стимулирующая гранулоцитарные факторы, эритропоэцины, глюкокортикоиды. И вот, пожалуйста, две, ну супер, я считаю, медицинские организации. Это межрайонная больница номер один, которая обслуживает город Костомукшу и Муизерский район. Расстояние до них 6 часов. Мы у себя определяем схему. Расписали, рассчитали, провели консилиум и со всеми красивыми рекомендациями отправили ее за 500 километров домой получать свои 4 курса АЦ с последующим 12-недельным паклитокселом. Вся организационно-методическая помощь лежит на нас. Мы не отказываемся. Есть телефонная связь, есть телемедицина, она налажена и работает. Они приезжали к нам, изучали наш дневной стационар, утилизацию, маршрутизацию, как пациент лежит, сколько времени проводит. Все смотрели. Поэтому мы на связи со своими коллегами, мы ни в чем им не отказываем. И здесь даже присутствует главный врач Сегежской ЦРБ, которая безмерно благодарна за то, что она взяла на себя этот труд. Взяться лечить онкологических пациентов. Низкий поклон. Ну и в заключение хочу сказать, дорогу осилит идущий. Повторяю Елену Викторовну. Спасибо. 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 Спасибо.